Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу про один очень интересный механизм из моды Industrial Craft 2, это экстрактор. Все его знают как это для создания резины, но что из него можно сделать ещё, мало кто знает, поэтому в этом видео я всё подробно расскажу. Ну для начала я, собственно, покажу как этот экстрактор выглядит. В общем, вот так он. Обычный механизм, отличается тем, что у него какая-то там лампочка сверху, но это не важно по сути, да? Главное, чтобы он не был похож на металлоформовочный механизм. Вот так он выглядит в инверторе, в сундуке, и вот так он крафтится из четырёх краников, основного корпуса механизма и одной электросхемы. Пока что он у нас не запитан энергией, сейчас можно подключать абсолютно любой генератор U-энергии. Вот я подключил квантовую солнечную панель, она, в принципе, мощная, хватает её хорошо, поэтому пусть такая пока будет. Как видите, из саженца гивеи будет одна резина. Из заполненной консервной банки будет простая консервная балка. Из кирпичей адских и обычно будет четыре кирпича. Из латекса три резины, из блока глины четыре глины. Из блока снега будет четыре снежка. Из древесины гивеи одной будет одна резина. Из капсул сжатого воздуха будет одна пустая капсула. Из порха будет серная пыль. Из любой шерсти любого цвета будет белая шерсть. А из капсулы воды будет увлажняющая капсула. Как видите, рецептов так мало, как для механизма. Но всё же он очень полезен для создания резины. Без него практически невозможно нормально создать резину. Можно, конечно, в печке, но это долгая басня. И тем более, не так много возможностей. Как видите, сколько у него улучшений. Из трансформаторов, нахранитель, выталкиватель и улучшение ускорения. Ну, как обычно для любого механизма такие улучшения стандартные. Сначала возьмём 16 ускорителей. Сейчас я вам покажу на примере, как это всё делается. Точнее, как эти рецепты реализовать в жизни. Виртуально, естественно. Как видите, сейчас я положу капсулу воды. Будет увлажняющая капсула. Ложу шерсть лаймового. Получается белая шерсть. Ложу порох. Получается серная пыль. Ложу это. И получается вот это. Ложу латекс. Получается резина. Ложу глину. Получается опять глина. Такой же в другом виде. Снежки. Получается из блока снега. Из древесины гивея получается одна резина. Из кирпичей получаются такие кирпичи. Из вот этих кирпичей вот такие кирпичи. Из заполненной банки будет пустая банка. А из саженца гивея будет одна резина. Вот, как видите, всё работает. Но для примера я хочу вам ещё показать, чтобы вы полностью поверили мне, что можно из любой шерсти сделать белую. Это вот я любой цвет рандомно взял. Как видите, все цвета дают белую шерсть. И здесь никаких багов и так прочее. Кстати, самая интересная вещь, что из белой шерсти тоже будет белая шерсть. Не знаю, для чего это сделано, но тоже прикольно, да. Для изготовления резины лучше использовать экстрактор, чем печь. Потому что из одного латексового печи, любой, хоть электрическая, хоть железная, хоть обычная печь без модов, будет одна резина. А когда латекс засовываешь в экстрактор, получается три резины. Тем более ещё в печь нельзя засунуть саженцы гивея. Ну, в качестве топлива только. И гидринвесину гивея. Также я хочу отдельное внимание уделить серии серной пыли. Почему я показываю серную пыль, для чего она нужна. Функции у них одинаковые. Просто серная, можно сказать, добывается тяжелее для новичков. Как видите, из измельчителя. А вообще там ещё можно добыть серную из других мобов. Я не буду говорить каких, потому что это из другого мода. Но в моде Индастром Крауто 2 пока что вот такие вот вещи. А серная пыль делается много проще. Ну, можно, конечно, сделать из сот, можно из бороха сделать, можно сделать из кусочков серы, которые делаются из промытой свинцовой руды, измельчённой. Ну и на этом, собственно, всё. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!